Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. За отдых в Кирове-Чапецке можно получить кэшбэк. Одна из гостиниц города решила поучаствовать в программе туристического кэшбэка. Третий этап, который начался в России. Помимо Чапецкой конфитель-ин, привлечь гостей таким образом в Кировской области хотят 4 санатория и порядка десятка гостиниц. Кировские представители сферы туризма рассчитывают, что скидки на поездки вместе с запуском новых авиарейсов из Кирова позволят россиянам задуматься о поездке в наш регион. Всего за неделю россияне по программе кэшбэка потратили на предстоящий отдых 2,5 миллиарда рублей. Экономика. На 101 АФМ. Для больных муковисцидозом в бюджете найдут полмиллиона. ОЗС одобрило поправки в закон об охране здоровья граждан в Кировской области. Они предполагают обеспечение пациентов ингаляторами за счет средств областного бюджета. Муковисцидозом, генетическим заболеванием, который сопровождается нарушениями функций дыхания, в Кировской области страдают порядка 40 человек. Лекарствами их обеспечивают за счет федерального бюджета, но ингаляторы и расходные материалы к ним они оплачивают самостоятельно. Диннеблайзер стоит порядка 6 тысяч рублей, он служит 5 лет. На дополнительные материалы нужно в год более 2,5 тысяч. В бюджете для больных муковисцидозом уже в этом году хотят выделить 338 тысяч рублей, а в последующие 4 года по 100. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня стоит 76 рублей 17 копеек, евро немного подешевел 89,98. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» 101FM